Приветствую вас на поле. Я прочитал ваш вопрос. Что я могу сказать? Ну, во-первых, вы не задаете никакого вопроса сами, тем самым оставляя вольной трактовку того, что вы написали в целом. То есть, мы сами должны как бы найти то, на что обратить внимание, судя по тому, что вы написали, судя по тому, как вы написали. Мы должны сами найти, на что обратить свое внимание. В том смысле, что просто дать вам совет. Хотя психологи советов не дают. То есть, это не работает так, что мы просто дали вам какой-то совет и все решилось. Вот. Поэтому здесь, конечно, есть определенная сложность, как мне видится. Сложность заключается в том, что есть неопределенность с вашей стороны в том, чего вы хотите. Есть не желание брать ответственность личную за себя. Потому что вы позволяете происходить тому, что происходит. Именно позволяете происходить тем вещам, которые происходят. То есть, вы допускаете их. Сами вы не желаете принимать решение. Сами вы не желаете брать на себя ответственность за решение, например, по поводу развода. А вы довольно требовательно. И по-родительски относитесь к своему мужу. То есть, вы ведете себя так, как будто он ребенок. А не взрослый человек. И благодаря этому он в том числе ведет себя так, как ведет. То есть, вам бы не играть в запреты, в слежки. Вам бы просто говорить о том, чего вы хотите. Вам бы свои чувства выражать. Вам бы высказывать то, что вас волнует, то, что вас беспокоит. Вам бы это делать. Тогда ситуация гораздо лучше будет развиваться. Ну, по крайней мере, она будет развиваться так, как естественно. А не так, как вы ее, к примеру, пытаетесь педалировать сами. Вот. Дальше. Вы пишите. Год назад я заставила мужа признаться в измене, так как были подозрения много лет. Но вот здесь уже вопрос. Что значит заставила при нас? Зачем кого-то что-то заставлять? Вот в буквальном смысле этого слова. Зачем? Если у вас есть подозрения, тем более подозрения, как вы сами говорите, много лет. Вы просто решаете уйти, развестись и все. Это с одной стороны. С другой стороны, если есть измена, если измена происходит, это значит, что человек, а, что-то не устраивает. Ну, во взаимоотношениях с вами. И надо быть обязательно посмотреть, что именно вас не устраивает. Надо обязательно посмотреть, что именно вам не нравится. Надо обязательно этот момент изучить. Понимаете? Они просто, вот, узнали и сразу же подали на разу, вот. Конечно, если вас это волнует. Дальше. Подкаст сюда, он упал на колени, ревел, просил прощения, подали на ходатайство, брак с вами сохранился. Ну, хорошо. А, допустим, вы подали ходатайство. Как вы говорите. А, допустим. Но как конкретно вы решили проблему? Ну, я имею в виду проблему ваших отношений. Ведь она же сама по себе не решится проблемой. Я думаю, вы это понимаете. Очевидно, я полагаю, что есть некие трудности у вас в отношениях. Очевидно, есть некие сложности у вас в отношениях. А, и чего-то, чего-то не хватает им. Вот. Понимаете? Какая штука. И необходимые решения. Понимаете? То есть, не просто вот прощение спросил и все изменилось. А необходимые решения. Решения, которые определяли бы то, как вы будете двигаться дальше и что вы будете делать дальше. Так, получается, что никаких решений принято не было. Ладно. Никаких решений. А вы просто надеялись на то, что ситуация сама собой, да, как-то разрешится. Ну, крайне редко, надо сказать, такое бывает, чтобы ситуация разрешалась сама собой. Легко. Крайне редко. К сожалению. То есть, понятно, что хотелось бы. Хотелось бы, но бывает так крайне редко. Потому что вы, тем более, говорите, что ваш муж все равно все время был, всегда был такой. Значит, после этого он приехал обратно. И он стал вести себя еще хуже, чем было, чем было все 9 лет отношений. А почему же вы терпели все 9 лет отношений? Зачем? Вы терпели все 9 лет? Для чего? Понарал понарастающий, стал приходить с работы все позже. В два-три ночи, выпивший, объяснял, что в карте с парнями играл, пиво-пиво, а что там такого? Вот его вопрос был. Однажды из сауна пришел в 8 утра. Меня еще не сделал по поводу того, что это я тут кричу. И скандал закатывал. Но на самом деле он прав. Потому что что бы он сделал, кричите и скандалите вы. И криком, и скандалом, ну я полагаю, вы понимаете, ничего решить нельзя. К сожалению, к сожалению. Итогом стало то, что я вновь вышвырнул его из своей квартиры в январе 2019. И попросилось, чтобы он подал на развод, так как у меня вновь подозрения появились в произмене. Здесь сразу несколько моментов. Во-первых, что это значит вы его вышвырнули из квартиры? Ну то есть, это всё-таки не собака, а чтобы прям так вот вышвыривать. Это первое. Второе. Почему вы попросили подать его на развод? Если развода хотите вы. Если вы это сделали. Если у вас появились подозрения. Почему он был на развод? И последнее. Только из-за того, что у вас появились подозрения в наличии любовницы, вы попросили его на развод. Всё остальное терпеть вы в целом готовы? Были? Он попросил взять паузу и что всё будет хорошо. И опять ушёл к матери жить и живёт там последний день. Мы не общались какое-то время, но потом стали общаться. Вот что значит мы не общались какое-то время, а потом стали общаться? Что это значит? Вот сырьё. Ведь вас же никто не заставлял. И я полагаю не заставляет с ним общаться. Вы общаетесь с ним, потому что вы этого хотите. Вы общаетесь с ним, потому что вы так решаете. Вы снова и снова решаетесь с ним общаться. Почему? Так. И по воскресеньям вывозить сына вместе куда-то на прогулку. Сына 5 лет вместе куда-то на прогулку. Ну, во-первых, это совершенно необязательно делать вместе. Во-вторых, обратите внимание, пожалуйста, на то, на что я вам сказал. В итоге, брюна превратилось всё в гостевой брак. Ну, вы позволили. Он не возвращается и на развод не пытается. А вы ничего не делаете. Ему так удобно. Да, ему удобно, поэтому ничего не меняет. А вы? Живёт у матери приходит также 3 ночи и имеет полную свободу, потому что мать не жена и по ночам не его не ждёт в окна. Скажите, а почему вы считаете, что жена, она должна ждать своего мужа у окна? Ну, с чего вы решили? Так, так. То есть вы по себе судите? В этом смысле? То есть вы судите по себе и вы ждёте своего мужчину у окна. Правильно я понимаю эту ситуацию? Если я правильно понимаю эту ситуацию, то хочется у вас тогда спросить. Почему вы ждёте мужчину у окна? Зачем? Ну, зачем вообще кого-то ждать? С нами, с сыном проводит время полтора-два часа воскресенья, не более. Иногда дарят мне цветы, иногда у нас случается интим. Опять же, есть полное ощущение, что от нас вообще ничего не зависит. То есть интим происходит не по вашему решению, а по его. Всё происходит исключительно только по его действиям. Вместе десять лет. Все эти годы он никогда не был домашним человеком. Всё это складывается на стороне. То футбол, то охота, то спортзал. Заявил мне полгода назад, когда мы ещё жили вместе, он хочет поехать через мужскую компанию в Турцию. Я сказал, не быть в таком роде, в Алисе и ЖЭТ и женатые мужчины. Вообще-то мы каждый год отдыхаем в семьё. Слушайте, ну здесь какое-то недоверие. То есть, я понимаю, это звучит странно, но... Если здесь я хочу, то почему вы ему запрещаете? Почему вы преподносите брак вот так? Как будто там... Ну не знаю... Как будто это тюрьма какая-то. Сплошные... Сплошные ограничения. Там, грубо говоря, запреты. Вот. Ну разве это здорово? Вот если мы говорим в таком ключе. То есть разве это здорово, что... Имеет место быть вот... Ну... Подобная... Подобная штука. Мне почему-то кажется, что нет. То есть... То есть... То есть... Всё-таки... Эээ... Бра... Бра... Брак... Это не запр... Это не запрет. Бра... Брак... Это... Скорее... Такая... Больше, наверное, свобод... Свободная история. Ну... Это... Это... Более... Справедливая... Интер... Интерпретация. Дальше. Эээ... Месяц назад я обнаружил у нас дома пропажа его заграбал, потому что у него исключили, надо приходить в квартиру, без меня взять какие-то шмотки свои. Так... Ну здесь вы опять снова его обесцениваете. Я на него наезжала, где паспорт. Ну вот почему вы на него наезжали, да? То есть складывается такое вот впечатление, что... Эээ... Ну... Постоянные претензии какие-то. Вот. Понимаете? Вот. Постоянные, постоянные какие-то претензии. Эээ... У вас. К нему. Ну не только у вас к нему, конечно, да? Ну и у него... У него к вам тоже есть претензии. Вот. Эээ... Спора-то нет. В... В этом. Но... Тем не менее... Все равно... Явно не самые здесь вот... Эээ... Эээ... Здоров... Здоровые отношения. На мой взгляд. По крайней мере. Имеют место быть. Вы на него наезжаете. Вот. Он наезжает. На... На вас. Дальше. Эээ... В итоге я... Так. Он на меня ищи. И все откуда мне надо. В итоге я чернокома пробила, что он взлетал на неделю в Турцию с ручками. Главное, кстати, из ручки выложили эту поездку в Турцию. А зачем пробивала? Я ему сказала, что никогда не прошу ему две вещи. Его любовницы и поездку в Турцию. Но это всего лишь означает то, что вы не понимаете, почему он так поступает. то есть для вас эти... Эээ... 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 Ээээ... 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 как бы, как бы, как бы воспринимается, вот, вот, именно, 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 именно на свой счет, как будто, но, разве, разве это так, разве, эээ, дело в вас, почему вы считаете, что дело, дело в вас, опять, так, эээ, купила путевку, мы с сыном вдвоем слетали, отдохнули, прекрасно, он даже не знал по прилету, я всем поделился родным, ему фото, видео, прекрасно, он на меня начал наезжать, по какому правому я туда поехал, и сына вывезло, и его даже вывезло, ответственность не поставил, ну, насколько я знаю, нельзя выезжать с несовершеннолетним ребенком, я согласна второго родителя, тут он, тут он находится в своем праве, вот, дальше, я ему говорю, это мои правы, я на свои деньги закупила, я на свой, да, вы, но не ребенок, но не ребенок, а, так, пошла и хлопну на дверь в его машине, ну, то есть, опять какая-то, вот, какой-то конфликт есть, и спилили, еще хочу сказать, он меня сейчас постоянно контролирует за сетях, то я там делаю, и хвои, специально избраешься, иду там, почему я ночами сижу в социдиак, почему я постоянно онлайн, ватсап, и мне уже надоело, обратно, вот, я ему говорю, ты меня не любишь, там, ты не хочешь, ты живешь у мамы, не идешь домой, хотя я тебя просил вернуться, а когда вы просили его вернуться, а, простите, а зачем вы просили его вернуться, ведь проблема-то ваша не решена, простите, а почему вы оправдываетесь перед ним, для чего вы это делаете, вот, тогда, тогда что-то постоянно себя контролируете, почему я все 10 лет оправдываю, а, вот, это нужно вам, скорее, задать, эээ, себе вопрос, а, почему вы, эээ, оправдываете 10 лет, я говорю, если ты считаешь, эээ, что я тебе извиняю, то разводиться, но не позорься, я за тебя прекрасно знаю, и опустил снежи принцесс и по клубам, по барам не хожу до утра в отличие от тебя, ну, здесь опять какой-то у вас конфликт, эээ, вот, здесь опять у вас, эээ, эээ, какие-то, какой-то спор, скоро сыну, скоро у нас сына, у нас сына ДР в июне и сразу в начале июля гадашина свадьба, мы оба скорпиона, я его на 2 года старше, такая история, просил нас сына, как быть дальше, как быть дальше, чтобы что. А, вопрос. То есть, как, какая, какая, какая у вас цель-то? Вот. Вы для себя можете определить, эээм... че... чего, чего вы хотите? Потому что, ну как бы, очень неопределённые этой ссоры, то что вы описываете, я бы сказал, очень неопределённые ссоры, по факту, по факту, у вас с мужем есть проблемы, но вы их не готовы решать. Эти проблемы. Сейчас. Никто из вас не готов, не готов идти на уступки и слышать друг друга. Вот. Поскольку вы обращаетесь к нам за помощью, то мне кажется, что имеет смысл, имеет смысл вам первой начать идти на уступки. Вам первой. Имеет смысл это делать. Понимаете? Какая история. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, опираясь на ваш текст. Вопрос на правду. Да, вы не в здоровых отношениях находитесь со своим мужем. Это правда. Вы находитесь в сложных отношениях со своим мужем. Точно правда. Нужно поисследовать. Именно ваше противоречие и ваш конфликт. И вашу, вероятно, неуверенность в себе. И вот тогда уже можно будет что-то вам рекомендовать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.